Я полным грудом вздохну. Никакого кашля. Хотя еще месяц назад Каюм Вахобов был уверен, его дни сочтены. В реанимацию клинического центра восстановительной медицины и реабилитации мужчина поступил в тяжелом состоянии. Я не думал, что останусь живой. Благодаря докторам, врачам, добросовестное отношение к своей работе, вежливое обращение к больным и остаться живой. 15 дней на ИВЛ, три остановки сердца, борьбу медиков за жизнь Каюма легкой не назовешь. Совместные усилия врачей, медсестер и пациента принесли свой результат. Буквально через пару дней мужчину выпишут под наблюдение участкового терапевта. В больнице он провел ровно месяц и один день. Те пациенты, которые выполняют адекватные рекомендации врача, то есть сотрудничают с ним, если лежать на животе, то они лежат. Ноги в лень лежат. Ну, тогда исход намного лучше, естественно. Большинство пациентов реанимации лежат в так называемой пронпозиции, то есть на животе. Некоторые проводят в таком положении по 16 часов и больше. Это позволяет улучшить насыщение крови кислородом на 15-20%. Ну, дело в том, что коварство этого вируса, по-моему, врач дать альвеолы, это воздушные пузырьки наших легких. При их разрушении вытекает определенная жидкость, которая не дает им спадать, так называют гиалуронная кислота. И так как страдают больше задние базальные отделы, очень эффективно, когда они лежат на животе, у них под силой тяжестью та жидкость уходит вниз, и здесь пространство для раскрытия этих воздушных пузырьков увеличивается. От этого насыщение кислородом становится больше, и эффект терапии намного улучшается. Аппарат ИВЛ не лечит, а поддерживает жизненно важные функции организма. На него переводят тех, чьи легкие поражены на 70% и больше. 61-летняя пациентка Звенигородского центра двое суток провела на ИВЛ. За это время показатели улучшились. Врачи приняли решение перевести ее на следующий этап лечения. Наши санитарочки, рукоделицы, придумали вот сами наш ноу-хау. Придумали из-за различных бинтов, которые очень удобно. Есть специальные ремешки приспособления, они немножечко кому жмут, кому режут. А это довольно-таки удобно. Пациентка сама может регулировать поток воздуха. Аппарат подает тело, вот можно подавать неймазинную вентиляцию. А вот параметры вентиляции, вы сами видите, уже как опытные, зная. Вот, засыщение кислородом, пульс, давление. Ну как вы? Спасибо всем большое. Доктора замечательные, персонал забудется о нас. Мы все очень благодарны. Большинство пациентов реанимации не из группы риска, моложе. Для спасения их жизни в медучреждении есть все необходимое оборудование. С начала работы центра медикам удалось поставить на ноги более 600 пациентов. Еще 400 проходят лечение. Наш стационар оснащен всем необходимым оборудованием для лечения таких пациентов. Имеется 20 стационарных аппаратов ИВЛ, 7 транспортных аппаратов ИВЛ. Имеется, значит, каждая койка практически из 514, 443 койки оснащено подводкой кислорода. В первом отделении центра проходят лечение самые тяжелые пациенты. Здесь же организовали две реанимационные палаты. Вызов реаниматолога займет не более пяти минут. Показатели смертности в учреждении низкие, во многом благодаря продуманной логистике. А самое главное, здесь работают не просто профессионалы своего дела. Доктора, медсестры, санитары самоотверженно ведут борьбу за здоровье пациентов. На страх просто не хватает времени. Сейчас уже нет. Ты уже сюда заходишь и ныряешь полностью в работу. На страх времени нет. Нужно спасать людей, помогать, лечить. На подкрепление в реанимации работают студенты. Рук не хватает. Следующее пополнение ожидается после экзаменов. Говорят, задержаться здесь могут только не случайные в профессии люди, для которых клятва Гиппократа больше, чем просто слова. Никто не жалуется, не плачется из врачей, из санитаров, из суда. Мы никого не заставляем сюда приходить. Сюда приходят по призванию. Соответственно, как только они сюда приходят, в любой момент может подойти и сказать, что я устал, я не могу, мы отпускаем. 12 часов в грязной зоне с одним перерывом на 60 минут. Врачи Звенигородского центра восстановительной медицины и реабилитации не жалуются на условия работы и готовы бороться за своих пациентов до последнего, по-прежнему воспринимая каждую потерю как свою личную. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.